Роберт Паулик. Одной померещилось, что она думает кокосом, а другой браны. Не числовое поле, а нумерация делений шкалы. Спасибо за читание. Спасибо за комментарии. Просто так по большому счету радует, когда люди понимают, что такое на самом деле числовое поле и где оно находится. Виктор, хотелось бы побольше о несостоятельности СТО и АТО. Уже прям много всего у нас. Половина контента об этом. Просто пересматривать, наверное, лучше эти видео. Контитулный метод. Ну там все, о несостоятельности, а то куда больше. Вот о несостоятельности. Вот чтобы теорию выкинуть на помолвку, не надо много раз в нее кидать камнями. Вот надо найти один момент, в чем она не права, да? И все. Один. Кого-то убить достаточно один раз. Вот один раз убили, он мертвый. Вам не надо убивать во второй раз, третий, 148 раз. Теория относительности мертва, убита. Один раз убита, два раза убита, три. Теория, нарушающая законы логики, не является научным продуктом. Там фальсификация предметов счета. Все достаточно, она мертва. Люди подменили пространственные мерности, да? И сравнительную характеристику будильник. Объединили в континуум. Все, не смогли сосредоточиться. Это не научный продукт. Дальше уже убивать даже бессмысленно. Виктор, не могли бы вы подробнее разъяснить такой момент насчет силового равновесия? Вы утверждаете, что зависимость, комплексной силы приталкивания полностью аналогична зависимости силы по ньютону. То есть пропорциональная единица на р квадрат. Если построить графики, будет одинаково. Так, так, так. Каким образом тогда на приталкивание возникает устойчивое равновесие? Разницы силы нет. Разница есть в приложении вектор. Затолкнуть и тянуть в разные стороны. Это разные силовые схемы. Вот схема приталкивания, вот такая, она всегда дает устойчивое равновесие. А когда вы что-то тянете в разные стороны, это получается неустойчивое. Просто способ приложения сил. Формула одна. Сила ему, вот когда вот сила одинаковая, вот такая и вот такая, да? в разные стороны, да? То это равновесие в обоих случаях, в обоих случаях, да? И по одной формуле. Но схема равновесия разная. Она вот как раз вот такая. Либо вот такая схема равновесия, либо вот такая. сила изменяется по-разному. Вот она, при превращении силы по-разному. Вот этим она отличается. При одной и той же формуле. Надеюсь объяснил. Если нет, переспрашивайте, буду по-другому объяснять. Правила взаимодействия двух ножей и шероховатость. Что если притереть, то прилипнут. Тут вопрос вакуума и гравитации. Их надо разнести, чтобы вы понимали. Тут надо наоборот, для чистоты эксперимента не просто там притирать. Надо дырочек дополнительных просверлить для возможности проникновения воздуха. Чтобы этот эффект вакуума убрать, чтобы он не мешал. Для понимания. Тут просто это разные вещи. Вакуум и гравитация. Вы говорите про вакуум. Это разные вещи. Вот на участках соприкосновения расстояние стремится именно к нулю. А сила стремилась бы на прямом протяжении именно к бесконечности. Вот тут смысл в чем? Вот никаких там внутренних, межмолекулярных каких-то отдельных сил не существует. Все это это силы гравитационные. Вот фундаментально все взаимодействия, в том числе в межмолекулярном уровне, это базовые гравитационные силы. Это самые мощные силы во Вселенной. Вот то, что шкала деления взаимодействий в учебниках, она безграмотна. Она неправильно сформирована. Вот все взаимодействие оно гравитационное. Поэтому, когда вы сближаете вот какой-то другой природы взаимодействия, оно сопротивляться вашему сближению не может. Это вы взаимодействуете только одними силами. Вот единственной силой во Вселенной, которая связывает всю материю, вот вы с ними взаимодействуете. Всю вещественную материю они связывают. Поэтому, когда вы прижимаете, да, вот эти вот поверхности, да, два пальца, например, или два ножа, вот в месте соприкосновения, вот достаточно просто приблизить и один раз коснуться, уже дальше этот процесс невозможно ему препятствовать бы было, если бы это было на притяжении. Оно бы просто слиплось, обрушилось само в себя. С максимальной скоростью, с максимальными силами, с бесконечными силами вдавливалось бы само в себя. то есть даже не то, что вот там прилипло и стало одним предметом, само собой оно бы просто продолжало само в себя обрушиваться в коллапс, в точку. Материя бы обрушилась, она не смогла бы существовать в форме частиц, в форме атомов. Атомы падали бы сами в себя и обрушивались, коллапсировались. То есть вот так вот это вот все сгорало и исчезало. Я бы так вот это делал, оно бы вот так вот и исчезало бы так. Не было бы пальчика. Потому что вот это вот следует сил. Любая окрестность под стремящимися к бесконечности силами обречена деформироваться. Любая окрестность точки контакта. И расширять зону контакта при любой жесткости тела. Вот даже если бы тело было бы, прям стальные пальцы бы у меня были, все равно бы они деформировались. Потому что силы взаимодействия сильнее вот этой скрепляющей внутренней силы, которая делает железо железом, грубо говоря. Но бы все текло под этими силами. Моментально так. И поверхность обречена деформироваться, лавинообразно расширяет зону контакта при любой жесткости тела. А поскольку этого не наблюдается, то версия прямого притяжения не состоятельна в принципе. Она не отражает реальную картину мира. И спрятаться от этого факта невозможно ни за какими версиями межмолекулярного сцепления. Это вот реальность. Это факт. Вот тот эксперимент с ножами его оспорить невозможно. Вот эти вот все бормотания процентура массы, они не состоятельны. Это реальное доказательство версии приталкивания. Прикол с этим видео. YouTube разрешает в комментариях давать ссылки на другие видео в YouTube. На попытке сдать ссылку на данное видео робот моментально пресекает. Удаляется любой комментарий ссылкой на это видео. Новая технология по скрытому подавлению и распространению информации. Вообще, раз нас подавляют, нас должно быть больше. Все подписаться, кто не подписался, давайте подписывайте. Что-то делайте для распространения информации. С этим надо что-то делать. Если мы с этим ничего не делать не будем, никто ничего не будет делать. Это да, это есть, это так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok